В канун 7-го Конгресса Коминтерна Белла Кун участвует в разработке тезисов доклада Димитрова о принципах политики Народного фронта. А на самом Конгрессе выступает в поддержку новой стратегии. На арене классовой борьбы появляются все более широкие и организованные массы. В партии, руководству партии, после тяжелых сектантских ошибок удалось с помощью коммунистического интернационала во всей своей политике начать, пока что начать, тот поворот, который создал нужные предварительные условия для действительного осуществления тактики единого фронта. И создание, и построение единого фронта с социал-демократическими организациями и реформистскими профсоюзами. К сожалению, он не смог принять участие в реализации идей политики Народного фронта. На Конгрессе он не был переизбран в президиум Коминтерна. Вскоре был переведен на другую работу, не связанную с Коминтерном. Белла Кун стал директором издательства и продолжил дело, в котором он имел огромный опыт – пропаганду марксистко-ленинских идей. В 1936 году Белла Куну исполнилось 50 лет. И Рен Кун и их дети вспоминали, как по вечерам он писал работу о Шандоре Петофе, детство любимом поэте. В это время вспыхивает контрреволюционный мятеж Франко в Испании. Там начинается гражданская война. На помощь устремляются добровольцы-интернационалисты из многих стран. Белла Кун просит отпустить его в Испанию. Но, увы, среди тех, кого провожал Белла Куну в Испанию, был и его старый друг Ференс Мюнинг. После нескольких десятилетий дружбы и совместной борьбы я говорил с Белла Куном в последний раз, когда в 1936 году отправлялся в Испанию. Он попрощался со мной такими словами – «Только так храбро и действуй, как в 1917 году и в последующие революционные годы. До свидания в свободной социалистической Венгрии». Ему не удалось дожить до исполнения этого желания. В обстановке несправедливости он стал жертвой культа личности. Субтитры создавал DimaTorzok Мы, продолжатели дела Белла Куна, с большим почтением вспоминаем его. Руководители Венгерской Советской Республики, основатели нашей партии, выдающуюся личность венгерской истории 20 века, которого уважают и вне наших границ. Говорит заместитель генерального секретаря Венгерской Социалистической Рабочей Партии Карой Немет. Вспоминают его в Советском Союзе и прогрессивные люди во всем мире. Он был выдающимся деятелем венгерского и международного рабочего движения. Белла Кун всю свою жизнь посвятил делу социализма. Руководитель венгерских интернационалистов прошел через битвы гражданской войны, доказал свою верность идеям и проявил при этом большую личную храбрость. Его имя неразрывно связано с созданием и деятельностью Венгерской Советской Республики. Впервые в истории начало создаваться тесное взаимодействие между двумя социалистическими странами, Советской Россией и Венгерской Советской Республикой. Ленин видел в нем признанного и опытного вождя народных масс и поручал ему все более крупные дела и задания. Белла Кун участвовал в революционном движении различных европейских стран. Он действовал там, боролся там, где мог принести наибольшую пользу делу революции. Все, что сделал Белла Кун, весь его путь, это наше наследство. Мы используем до сих пор его опыт, который не потерял своего значения и силы. И мы учимся на его ошибках. Были годы, когда роль Белла Куна и многих других видных деятелей венгерского рабочего движения замалчивалась. Оклеветанные, они были отстранены от политической жизни. Для достоверного представления жизненного пути Белла Куна, для сохранения его наследия, мы сделали много, но еще недостаточно. Наша обязанность более полно представить этого виднейшего борца венгерского коммунистического движения, которого мы по праву считаем в ряду самых выдающихся руководителей вековой борьбы венгерского народа за свободу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...